В нашу редакцию вновь поступают жалобы от жителей многоквартирных домов. К сожалению, случаев, когда вместе с потеплением приходят проблемы, не становится меньше. Вероятно, потому что и решать эти проблемы иной раз никто не спешит. Подробности далее. В доме по адресу двор паралитарки 4 протечка крыши уже больная тема. Жители дома на протяжении 8 лет пытаются добиться ремонта кровли. Обращались и в управляющую компанию, и в госжилинспекцию, и в прокуратуру. Но, к сожалению, тщетно. Галина Ивановна живет на четвертом этаже этого злополучного дома. Пенсионерка-инвалид. Ей тяжело каждый раз убирать последствия протекающей крыши. Крыша протекает. Это какой-то ужас. Вот в последнее время это было, сейчас я вам скажу, перед Новым годом. Буквально где-то дня 3-4 до Нового года. У меня такая протечка была. Это какой-то ужас. У меня было 9 ведер стояло. Я не могу. Я, видите, я инвалид. Я еле хожу. Вот хорошо мне помогала соседка. И вот так мы мучаемся. В ходе многочисленных проверок надзорные органы выявили, что в подвальном помещении дома имеется повреждение внутридомового отопления. Вследствие чего в чердачном помещении образуется конденсат, который проникает в межэтажные перекрытия. Принять соответствующие меры из-за несовершенств действующего законодательства не смогли и посоветовали жителям самостоятельно разбираться с управляющей компанией домовладелец ТЭ. Которой, слово, уже накопилось много претензий и от жителей других домов в Твери. Звоню в компанию домовладелец наш, я говорю, вот так-так. Они или трубку не берут, или что вы хотите. Мы вас услышали. И на этом все, и бросают трубку. Они даже разговаривать не хотят. Наша съемочная группа попыталась дозвониться до управляющей компании. Может быть, с нами они захотят поговорить. Но не тут-то было. На звонки никто не ответил. К слову сказать, названная обслуживающая организация основательно попала в поле зрения прокуратуры и следственного управления ОМВД по Твери. Которая еще летом прошлого года возбудила уголовное дело по статье 173.1 УК РФ по факту создания юрлица через подставное лицо и внесения этих данных в реестр. А в октябре 2023 года налоговым органам было принято решение о предстоящем исключении этой компании из единого госреестра. Что, как видим, пока не помешало опальной укашке оставаться в строю. И жители многострадального дома в отчаянии. И настроены обратиться в более влиятельные инстанции. Если не будут приняты меры, то мы будем обращаться напрямую к президенту. В администрации президента. Ну а пока жители дома положили на чердаке пленку, чтобы хоть как-то удержать талую воду и дать потолку немного просохнуть. Поселили пленку на пленке воды. Каждый год черпают по 4-5 ведер. А спускаться надо, вылить ее надо куда-то. И вот каждый год такая петрушка у нас. Это лишь временная мера, которая очень далека от реального решения проблемы. Но жители дома не опускают руки и продолжают обращаться в надзорные органы, надеясь, что их проблему все же помогут решить.